Добрый день, с вами сегодня Виктор Кововкин, рыбочка рыба моет на лицном. Ну что, друзья, я показывал в предыдущем фильме свою снасть фортуна. Ну и один из подписчиков, мы с ним общались, он попросил меня показать, какие еще у меня есть непосредственно приманочки для зимней рыбалки, чтобы я мог показать, рассказать. Ну и соответственно, чем я буду ловить в этой зимой. Ну что вам сказать, дело в том, что, конечно, всякого рода хитрости и секреты у каждого рыбака много. Конечно, есть секреты и хитрости у меня. Я, конечно, тоже не сижу на одном месте, конечно, я каждый день, каждый раз что-то изобретаю, что-то проверяю, как при первой же возможности, как выехать. Конечно, выезжаю сейчас, стало реже, врать не буду, но все равно стараюсь где-то в банке, в ванной тренировать, смотреть. По разным причинам не могу выезжать, конечно, чтобы проверить все снасти. Ну а все-таки сморовка и техника, она осталась. И я думаю, что, конечно, самое главное, это те снасти, которые уже были, это классика. К ним, чтобы добавить изюминку какую-то для игры и для того, чтобы понравилась рыба, это всегда можно что-то придумать самому. Поэтому я помещал нашему подписчику, то есть своему непосредственно, и показать сегодня этот фильм о той непосредственно приманке, о которой я с ним говорил. Ну это вообще, я называю их паучками, жучки-паучки, мои непосредственно приманочки, с которыми я буду ходить на... Не только я выхожу зимой, а также выхожу и летом пробую ими. Я сегодня только вам покажу, а в следующем фильме я уже покажу, как я делаю их. Сегодня я вам покажу, расскажу, и потом покажу, как я делаю, покажу, какими снастями я, как их ставлю, расставляю, и что я с ними, в общем, делаю на рыбалке. В общем, вот мои жучки-паучки. Ну, давайте по очереди я начну, наверное, чтобы так, а то по одному, чтобы можно было рассказать и показать. Ну вот, первый у меня, это был тройничок такой, видите, тройничок, вот я непосредственно отлетел у меня крючок на рыбалке, и, не знаю, зацепил или сломал рыбка, не помню, врать не буду, не хочу, просто остался двойничок. Ну, двойничок хорошего качества, остренький, и я решил его, конечно, потом использовать. Вот такой вот сделал жучок, вот, непосредственно с этими цветками, вот рядышком беленькие такие, вот, с красной бусинкой. Покрыл опылением таким небольшим, добавил там чуть-чуть, ну, получился такой у меня жучок, получил. Вот у меня еще такой есть тройничок, вот, вот тройничок. Точно так же я взял от булавочки кнопку эту красненькую поставил, посыпал ее немножко всевозможными красивыми такими штучками, поставил здесь вот такие вот цветочки непосредственно, чтобы она не сползала и придавала блеск на тройничке, вот, и зафиксировал только поменьше размером, чем этот, и другого цвета, фиолетовый поставил. У меня получился вот такой тройничок, который можно использовать на блесенку на какую-нибудь, или просто там, я не знаю, может быть, другая такая-то снасть будет, посмотрим. Ну, вот такая вот такая вторая снасть у меня, тройничок и тройничок. Теперь я покажу дальше. Ну, вот такая есть у меня еще снасть жучок-паучок с двумя, здесь два, а здесь одни, то есть непосредственно подкрашенные, тоже стоят у меня на крючочках, я поставил вот эти вот штучки красивые такие, чтобы они придают блеск, вот, очень хорошо работает в воде. Самое интересное плюс этих всех жучков-паучков в том, что они идут легкие, они идут без свинца, и как приложение к снасть, я покажу, соответственно, какая на нее идет, и потому что, из-за того, что она легкая, идет отсюда хорошая игра. Вот жучок-паучок, как муха своего рода. Видите, вот те следы, такие, как опилочки, такие, как будто пыльца, это вот хвостик такой вот у моей его жучка-паучка, вот, с глазиком вот такой, он то ли на муху похож, то ли на паучка, что-то такое вот есть. С этой стороны он вот так выглядит, вот. Сами видите, вот так я покажу. Тоже на крючочке поставил вот эти вот непосредственно блесточки, которые придают, ну, игру, они свободно ходят на крючке, и, соответственно, дают блеск. Тут я поставил камушек тоже, вот, вот такой получился жучок-паучок у меня. Так, пошлите дальше, покажу дальше. То есть я надел разные формы, разные цвета, поставил, конечно, вот такой вот есть еще, золотой у меня, тоже камушек. Сейчас я вот показываю, пока, обратите внимание, вот, когда глазки вдоль идут. Сейчас я покажу, где я ставлю, тоже и поперек делаю такие же. Этот у меня такой желтенький, вот, тоже с камушком, тоже с глазками. Ну, точка прицеливания, как правило, идет это камушек, вот этот вот, который находится вверху. Честно скажу, хорошо работает по окуню, да и так вообще рыбка его хватает. В зависимости, конечно, от водоема и от игры. Вот такой вот, есть еще жучок-паучок. Тоже на всех крючках у меня одеты все вот эти штучки, тоже с камушком. Ну, здесь сам он красный, вот такое получается, вот. Так, еще что. Вот такое вот еще я сделал. Вот, тоже так вот играет. Они все легенькие, без всякого груза, без всякого свинца. Тоже вот с красивыми такими вот всеми лепесточками. Вот еще у меня один, два, вернее, красненьких, которые я сделал уже, видите, глазки по бокам у меня. Если глазки тут один сверху, один снизу, то здесь я сделал по бокам. Вот один глазик, второй глаз. Вот такого прядка тоже, видите. Этот сверху. Этот сбоку с камушками. И вот он сделал еще такую вот, будем говорить, рыбку своего рода. Вот. Тоже. С камушками глазки черные у него. Хвостик вот такой вот с красной ниточкой. И здесь. Соответственно, он будет вот так играть. Вот. Вот так. Ну, игру я, конечно, покажу в следующем фильме. Покажу, как я их делаю. Сегодня я только показываю, какими жучками, паучками я пользуюсь на зимней рыбалке. Ну, и не только на зимней рыбалке. Также при проводке, если на щучку или на окуня выезжаю, пробую. Ну, вот такие мои непосредственные жучки-паучки, с которыми я выезжаю на рыбалку. Ну, что, друзья. На сегодня я хотел, то, что хотел, я вам показал. Чем я хотел, поделился. С вами был сегодня Виктор Коробкин. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok